Потому что сегодня у нас замечательная новость, такая, знаете, не особо барвиху РП, вернее, то, что они там успели выпустить за время, пока меня, ну, может быть, не было, и в целом там вот тоже обсуждается нечто подобное, поэтому давайте, наверное, этот ролик выйдет всё-таки, а мы видим то, что тут есть заснеженные вот эти вот все дороги. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Ну что же, барабанная дробь, там ту-ту-ту-ту-ту, туда-сюда, так далее. Сегодня у нас очередная новость, как вы можете знать, как вы можете понимать, как вы можете делать всё вот этого, знаете ли, прочее, но сегодня у нас новости уже не насчёт Аризоны, а насчёт барвихи РП. Всё-таки, знаете ли, Аризоны нужно как-то, вернее, другими проектами нужно как-то разбавлять Аризону, потому что я на Аризоне играю. Справа, как бы это ни было странно, логотип Аризоны, и про Аризону я ещё и рассказываю. Было бы, конечно, намного интереснее, если вы там, знаете, прерол какой-нибудь, я не знаю, Самп РП, потом, я не знаю, геймплей с Радмир РП в GTA Самп. А рассказываю я вообще там про мобильный проект с Сантропе Рулеплей, вот это да, и за всё это мне платят. Вот кто согласен на такие условия сотрудничества, разумеется, пишите мне там в ЛС ВКонтакте, я там не знаю, в Твиттере, в Фейсбуке, в прочих вещах, потому что сегодня у нас замечательная новость. Такая, знаете, не особо отличающаяся от прошлых, там, 600 практически новостей, вернее, разговорных видеороликов на моём канале, потому что лично я это новостями не особо называю, я так уже, знаете, ради крутого словца всё это говорю. На самом деле, всё это в плейлисте разговорной видеоролики, потому что тут больше разговоров, чем каких-то видеороликов, и я всегда, вот, знаете, хотел о чём-то рассказывать, о чём-то разговаривать и так далее. А вот эти вот сами новости, ну, они меня не особо волновали, я думаю, что вам тоже это всё не особо надо. Какой там Барвиха, какая там, блядь, Сантрапэрулиплей, какие там вот эти вот все прочие, да кому это, в общем-то, всё надо? Гораздо интереснее послушать человека с дефектами речи, который не может внятно сформулировать свою мысль, и такой, типа, э-мэ-бэ, ну, типа, того было вот так, было не так, ну и вроде того, разумеется. Однако, однако, сегодня мы с вами обсудим Барвиху РП, вернее, то, что они там успели выпустить за время, пока меня, ну, может быть, не было, а может быть, я был, но был в каком-то другом, там, знаете, таком направлении, либо был в каких-то вот этих вот всех прочих вещах. Однако, ну, давайте приступим. Барвиха показала новую локацию, но на этот раз уже прямо в игре, и, разумеется, давайте посмотрим, что же это за локация такая, потому что, я не знаю, может быть, видеоролик про Аризону РП уже вышел и про их вот эту вот локацию для Нового Года, либо он ещё не вышел и выйдет, там, знаете, завтра-послезавтра, я не знаю, когда всё это будет. И, в целом, там вот тоже обсуждается нечто подобное, поэтому давайте, наверное, этот ролик выйдет всё-таки перед обзором, там, на все вот эти вот новые локации у Аризона РП, поэтому давайте я сейчас, знаете, такой мастер-класс по обзору всех этих локаций проведу. Сразу, что мы можем видеть, когда заходим на скриншоты? Это то, что, ну, снят он от первого лица, как и, наверное, все скриншоты, непонятно, есть ли на Барвихе вид от первого лица, но, наверное, я подразумеваю, что, скорее всего, он там должен быть. Если его там нет, то, ну, не особо, конечно, страшно, но, тем не менее, знаете ли, страшновато иногда бывает вот заходить туда непонятно куда. А мы видим то, что тут есть заснеженные вот эти вот все дороги, некоторые столбы, дома, там, всё прочее там есть, и мы на всё это смотрим, и, по сути, понимаем, что локация получилась неплохая. Но, опять-таки, если вспомнить, если вообще присмотреться вот так вот ко всему этому скриншоту, то мы сможем понять, что это КРМП. А КРМП мне не особо нравится за счёт своих вот этих вот, знаете, каких-то текстурок, полигонов, всего прочего, то есть всё это как-то не особо качественно выглядит, в отличие от того же самого Сампа. Я об этом уже говорил, я это повторяю ещё раз. У меня также есть видеоролик, в котором я более детально, более подробно обо всём этом вам рассказываю, даже сейчас я его найду, даже сейчас я его вам покажу, что вообще там происходит, что я там вообще рассказываю и так далее. То есть, для того, чтобы вообще его найти, вы можете в поиске, там, где-то на Ютубе ещё где-то вбить КРМП и посмотреть видеоролик длиной в 10 минут, который называется GTA KRMP-говно для конченных даунов GTA KRMP обзор 2020, при том, что сам видеоролик был выпущен в 2019 году и сейчас он подходит уже к, там, не знаю, четырьмя-четырём тысячам просмотров. И это, разумеется, ну, не может меня не радовать, потому что всё больше людей понимают, что GTA KRMP это всё-таки, ну, говно и так далее. Вы можете спросить, а почему же тогда на этом видеоролике дизлайков больше, чем лайков? Всё очень просто. Дело в том, что довольные люди GTA с сампом, они же не будут искать, там, типа, о, GTA KRMP-говно. А вот этим вот чувакам с KRMP им постоянно интересно. А вот сказал ли кто-то что-то про их вот эту вот обитель, да, сказал ли кто-то что-то? То есть самперы, они такие, знаете, независимые от чужого мнения, они играют и играют, им всё нравится, у них всё замечательно, у них всё отлично. А вот KRMP-шники, они не могут, нет, да ты чё, оскорбить проект. Как вообще так можно? Или, там, целую платформу, на которой я играю, ты чё? Как такое вообще можно сделать? Ты чё, в сад, ты охуел или что? Поэтому столько дизлайков. Но, разумеется, прошу вас заметить, что там, типа, не два лайка, и даже не три, и не пятьдесят, и не шестьдесят, и, там, я не знаю, и не сто. О, там, сто семьдесят шесть лайков на двести восемьдесят один дизлайк. То есть просто нашлось, там, сто с чем-то людей больше, которые не согласны вот с моей вот этой вот позицией. Но есть люди и согласны с моей позицией, которые пишут комментарии до сих пор и говорят, мол, да, всё правильно, давно пытаюсь, там, объяснить вот этим вот своим друзьям. Они не понимают, скинул твой ролик, они, там, я не знаю, вообще меня из друзей ВКонтакте удалили. Тем не менее, спасибо за видеоролик, ты передал то, что я вот хотел сказать своим друзьям, людям, но у меня просто вот такой аудитории нету, поэтому ты молодец, ты красавчик, ты всё делаешь правильно. Я думаю, что, ну, всё это, как бы, более-менее понятно. Так вот, возвращаемся к этой самой барвихе. Как мне вообще всё это? Разумеется, из-за того, что мне GTA CR-MP чисто внешне вот всё вот это вот не нравится, мне, разумеется, ну, и это, соответственно, не нравится. Как уж так происходит, тут уж, извините, я сказать не могу. Ну, вот просто родился я таким. Мне вот, ну, не нравится GTA CR-MP. И многим другим людям тоже оно не нравится. А тут оно ещё и на телефоне. То есть, всё говорит само за себя, то, что, ну, что это такое в самом деле, кому это нужно, кому это интересно в самом деле. Ну, я не знаю, если вам всё это интересно, если вам нравится вся эта барвиха РП, разумеется, пишите в комментарии. Вот лично мне, ну, вообще всё это не нравится. Поэтому, ну, ну, такое себе. Я вот прям, я что-то вообще не знаю, не хочу во всё это соваться. Мне вообще на всё это похуй. И я, в целом, вот такой вот человек, который, ну, особо на всё это забивает. И всё. И больше меня, если честно, ничего не интересует, не волнует и так далее. Но вы можете высказать своё мнение по поводу всей вот этой вот обновлённой локации на барвиха РП, на барвиха КРМП, на барвиха КРМП, РП, ППП, РП, Android. Вы можете всё это высказать, сказать вообще, как я там, что я там делаю, как вообще я вам или не вам. Неважно. В общем-то, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix. Это GTA Samp. Это замечательно, это круто. И IP, как бы, ну, находится в описании. Там же находится мой промокод, мой никнейм. Вы можете со всей этой информацией ознакомиться, понять и вообще распознать всё это. Там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал. Да и там вообще на много вещей есть ссылки. На Инстаграм, на Твиттер, там, на АСКФМ, на АСКФМ там нету, но вот на всё остальное есть. Заходите, подписывайтесь и всё будет замечательно. Истории Инстаграма, блядь, каждый день. Всё отлично. До свидания. Пока. До скорых, до скорых новых встреч. Я бы даже так всё это описал. Субтитры сделал DimaTorzok